Мелисонька, пойдем я тебе покажу подписчикам нашим, куколка моя. Мелиса, просыпайся, моя радость. Девчонки, сейчас я вам ее покажу. Это просто надо видеть, сейчас я вам покажу. Бэйби, ну просыпайтесь, дамочка, просыпайтесь. Почему ты такая красивая? Почему ты моя любимая такая красивая? Какие ножки у тебя? Курчит, слышите, как курчит. Как она любит целоваться, как она любит обниматься. Она у меня сегодня на голове спала, представляете? Ой, 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 вот она. Вот она, моя любовь. Покажи свои лапки. Вот она, мое счастье. Она похожа на маленького тигра. Да? Представляете, какая она сладкая. А я сейчас думаю, знаете что? У меня сейчас был урок английского. В 6 часов у меня забронирован столик на веранде в ресторанчике. А сейчас я буду готовить вместе с вами куриный супчик. Но как бы не то, чтобы я буду его преподавать, я просто буду его готовить. А вы будете рядом со мной, потому что мне скучно. Вот. Порода обещанская кошка. Тебурашка она моя, моя тебурашка. Иди сюда, бэби. Иди ко мне скорее. Иди сюда скорее. Бэби моя, иди сюда. А, не хочет. Ладно, что мы будем его мучить? Я, значит, отварила куриный супчик. Ой, куриный бульончик. У вас 217 тысяч подписчиков, а в эфире 100 человек. Это шутка? Нет, это не шутка, это реальность, это факт. Вот, вы его видите. А что у меня, сколько у меня должно быть? Тысяча человек? Я видела прямые эфиры, у кого по 3 миллиона подписчиков, а у них 200 человек в эфире. Кстати, только такое я замечаю. Или 500. Что вы там такого? Понять не могу. И вообще вам-то какая разница, сколько у меня человек смотрят в эфире. Это не ваш эфир, контролируйте свой эфир. Да, это обесинская порода. Кушает она у нас свежую пилочку сырую. Как его отреагировали на милицию? Она ему очень понравилась. Иди сюда! Иди сюда скорее! Давай! Ну иди сюда! Она ему очень понравилась, потому что это его кошка. Она ее любит. И обоградоваться. Нам понадобится 2 морковки. Ой! Да! Кто пришел? Ну-ка! Кто пришел? Сейчас мы посмотрим. Кто это? Проснулся у меня такой красивый. Опять кушать захотела. Только что ела. Сейчас опять я буду курицу нарезать. Ладно, сначала кормим ребенка, потом кормим себя. Сейчас я тебе дам покушать. Ты будешь курочку? Мелисса, ты будешь курочку? Смотри, на! На, моя девочка. Кукла моя, на! Я ее маленькими порциями кормлю, но она очень часто кушает. Вот тебе свежая курочка. Кушай так часто вообще. Как можно быть такой обжорой? Вся в меня. Вот вся в меня. Удивительно, ты с ней целуешься, брезгивая уже котами. Но я и до сих пор ими брезгую. Я как бы люблю только свою кошку. Часто кормить нельзя, но я же с заводчиками на связи. Я же с заводчиками на связи, а они говорят спокойно можно. Вот, а на маленькими порциями вообще одна-две чайная ложка она кушает у меня. Не больше. Поэтому все в чайнике. А, не уезжаем. Когда свое не брезгушь, вот именно. Сейчас морковочку почистим. Слышите, как чавкает моя кукла? Она сегодня, представляете, спала у меня на голове прям. Вот я лежу на подушке, она у меня на голове спит. Ой, извиняюсь. А мне приснилось, что она меня описывала. Представляете? А вчера я до 6 утра не спала, потому что она легла ко мне на грудь. И я до 6 утра боялась пошевелиться, ждала, пока она слезет. Вот, я в комментариях об этом кому-то писала. Мне поставили целых 4 лайка на комментарии. Всем понравилось, понравился мой комментарий. Вот. Я боялась, чтобы ее не разбудить, представляете? Вот. Давай нам хинка. Ой, Дианочка, привет, моя кукла. А что это такое? Я вот сейчас суп куриный готовлю. Все просто. Ну, а что, понимаете, я выборочно отношусь к вопросам. Очень выборочно. На что хочу, на то отвечаю. На что не хочу, на то не отвечаю. Малышка, мам, я тебя научу. Обязательно. Я вообще люблю готовить, кстати. Хинкала, я бы с удовольствием уже на какой-нибудь новый уровень бы вышла. Я, кстати, очень люблю везде добавлять морковочку. Привет, сколько стоит котенок? Котенок стоит 55 тысяч. О, чуть не поразилась. А с чего такая агрессия к подписчикам? Всего-то задала безобидный вопрос. Про прежнюю брызгливость. А какая агрессия? Я сейчас агрессировала на кого-то? Если я сагрессировала, я дико извиняюсь, потому что я не планировала агрессировать. И на кого-нибудь. Что-то я даже пропустила этот момент. Видно, такая грубенка, что даже уже не слежу за собой. Вот так вот. Хинкал – это тесто с мясом. Например, как пельмени и вареньки. Слушайте, значит, это очень тяжелое блюдо. Так, у меня телефон не хочет стоять. Становись. А пельмени и вареники, значит, их хинкал я очень люблю. Потому что я обожаю и пельмени, и вареники со сливочным маслом. Очень вкусно. Да, я в Москве. Нет, квартиру мы не снимаем. Почему мы не должны ее снимать? Почему такой вообще вопрос возник? А если бы снимали, что такого? Всем привет, всем привет большое. Приветчики. Прекрасно вы прикалываетесь? Я вообще выгляжу непрекрасно. Я сейчас быстренько приготовлю покушать. Все, ты покушала, да, моя кукла? Сейчас быстро приготовлю покушать, потом пойду по мою голову, буду собираться. У меня в 6 вечера забронирован столик тут рядом с домом на причале, а потом поеду направо учиться. Ой, не направо, а школа вождения у меня. Инструктор приедет в 8 вечера. Как ты борешься с ленью? Девочки, я не знаю, у меня не бывает такого момента, что лень всегда расписан от начала и до конца, включая пробуждение, включая, например, сегодня. Сейчас у меня была час домашку я делала по-английскому, потому что я вчера не успела домашку сделать, потом час у меня был урок английского языка. Сейчас я понимаю, что у меня осталось 3 часа до забронировано столика, но дома как бы отварены бульоны и котлеты Миратор, которые надо пожарить. Означенном у них срок годности, а закончится также гречка отварная, надо как бы сделать супчик и котлеты. У меня есть на 3 часа для того, чтобы сварить супец, собраться, накраситься, одеться и пойти на ужин в ресторан. После этого у меня сразу до 10 часов вечера вождения. После этого я прихожу, играю с кошкой, принимаю душ, ухаживаю за собой. Если надо, делаю легкую уборку по дому. К тому времени уже будет 12 часов, в 12 часов я ложусь в кровать. И там уже засыпаю, либо в час, либо в два, либо в три. Ну как пойдет, короче, в зависимости от того, насколько интересный сериал я смотрю или фильм. То есть у меня день, как я просыпаюсь, у меня нет того, что я валяюсь даже там 30 минут. Я никогда в кровати не валяюсь, у меня нет такой привычки, я это не люблю делать. Единственное, на что у меня уходит, на что я бы не хотела тратить свое время, это на то, что я могу вот проснуться, я знаю, что мне надо быстрее сделать тот, а тот, а я могу просто залипнуть в телефоне, начать скидывать всем свою кошку, писать в WhatsApp, почему вы не палите мою кошку, а тебе, а посмотри, как она легла, как она засидит, как она делает то, как она делает это. Вот единственное, что я могу на лишние там 15 минут прям залипнуть в телефон, а у меня просто только нет этих 15 минут. Вот. Щечки исчезли. Да, кстати, вы заметили, как Диана мне припроверила лицо. Шикарненько. У меня прям как будто я комки беша удаляла. Это у меня такой... Этот. Я люблю морковку, я буду ее добавлять сейчас в суп и буду добавлять ее... Короче, я буду сейчас гречку обжаривать, но сначала я обжарю лук, морковочку, чесночок, потом туда кину гречку, вот, а потом жареные котлетки. Ну, короче, наше любимое блюдо с ловой. Быстро, просто и очень вкусно. Вот. Кошку назвали Мелисса. Такое впечатление, что будет не куриный суп, а морковный. Это я не только на суп готовлю. Курицу. Ой, курицу, господи. Морковку. Мэри, ты сейчас занимаешься спортом? Конечно, у меня вчера вообще очень такой насыщенный день был. Я вчера проснулась. В три часа дня у меня были два часа вождения. С трех до пяти. Потом у меня был стоматолог. Полтора часа я провела у стоматолога. Пришла домой, сразу пошла на пробежку, на скакалку. Потом хотела посидеть, выпить кофе в ресторанчике. Но, к сожалению или к счастью, там не было мест. Я пришла домой, приготовила себе бурата, приготовила себе пасту. Поужинала. Там, сделала какие-то дела и... Вы представляете, куда она залезла? Сейчас вам покажу. Вот постоянно ее надо искать. А ну выходи отсюда. Давай, Мелисса, выходи. Потом я тебя не найду. Напугаешь меня. Давай. Давай, давай. Иди сюда. Ну иди сюда. Ну пожалуйста, выйди. Любимая моя. Во что мне с ней сделать, девочки? Выходи давай. Ладно, пусть она там. Сейчас ей хочется. Но я боюсь, чтобы ее там толком никаким не убила. Ой, умничка. Давай, иди ко мне. Киса. Киса, киса моя девочка. Давай. Вот она. Вот она. Вот она. Урчит все время. Моя лапка золотая. Моя лапка золотая. Покажись. Моя любовь. Да моя любовь такая. Самая большая на свете любовь. Как так можно было тебя полюбить? Ну, как? Мои лапочки родные. Мое солнышко. Ты такая красивая. Прямо у меня. Я не знала, что с тобой сделать. Не знаю, не знаю, не знаю. Аж сердце разрывается от этой любви. Куда она пошла? Мне интересно. А играется, лежит. Так. Нет, никакой морковки я ей не дам. Вы что? Она маленькая. Ей два месяца. У нее просто морковка застранит в горле и в песец. Нет, ни в коем случае. Так. Погнали резать лук. Без лука никуда. Обожаю лук тоже. Сейчас мы с вами все приготовим. Кстати, кто знает вот эту тему? Вот эту. Очень крутая девочка. Очень. Всем рекомендую, кто борется с никотиновой зависимостью. Вот. В аптеке 1400 рублей. Малюкая рекомендация для вас. Сейчас я протру столик. Она и вправду на меня похожа. Очень сильно. У нас прям с ней скулы, глаза. Только цвет глаз разный у нас. А так? Похоже. Но цвет глаз Вовен. У меня Вова голубоглаз. Так. Покажи сыворотку. Сейчас я просто не могу бегать по всей квартире. Давайте если мы с вами закончим одно, если эфир еще будет тучи, то я вам покажу сыворотку. Вот. Сыворотка у меня ланком и колорарус. Вот. Как бороться с аппетитом? Я не знаю. Я не борюсь с аппетитом. Я очень люблю покушать. Но ем я один-полтора раза в день. Как бы даже два раза я не ем. Наверное, это один-полтора. Вот так вот. Например, вчера я съела на завтрак бутерброд с красной икрой, а на ужин я съела пасту, маленькую порцию и бурата. Кошки чистые. Зачем просто у нее руки мыть? Потому что шерсть у меня может быть на руках от нее. Но я ни в коем случае не брезгую своей кошечкой. Не подумайте. От никотиновой зависимости. Это не карета. А не карета продается в аптеке. Вот такие вот. Кто курит Айкос, кто кидает СНЮС, кто курит сигареты. Сигареты я никогда в жизни не курила. Но легкая никотиновая зависимость у меня была из-за Айкоса. Я, честно признаюсь, на последние полгода немножечко покурила Айкос. Не скажу, что часто. Но поняла, что у меня уже есть такая легкая никотиновая зависимость. И никотиновая очень помогает. Три-четыре раза в день я пшикаю. Да, она немножечко линяет, моя кошечка. Совсем чуть-чуть. Все равно от нее есть волосочки. Конечно. Конечно, конечно. Я ее вчера искупала, она на меня обиделась. Ой, пляхнуха. Кто-то пишет, что кошки тупые. Да нет, они не тупые. Я тоже думала, что кошки они такие глупые. Вообще не глупые, честно признаюсь. Прям очень умная кошечка. Мне даже не пришлось ей объяснять, показывать, где лоток. Она все сама туда узнала. Один раз ее поставила на лоток, она сама туда вышла. Все, вообще никаких проблем. Я готовлю просто легкий куриный супчик. Бульон уже отварила. И параллельно сейчас буду делать... Короче, вот сейчас покажу. Я просто не знаю, как это назвать. Мы покупаем вот такие вот мраморную говядину. Постоянно покупаем. Вот. И это можно делать для бургеров. Но так как мы сейчас плюс-минус на правильном питании, по крайней мере, стараемся. Мы просто обжариваем. Я обжариваю с лукчком, с морковочкой. С чесночком обязательно. Мы сейчас как раз чеснока порежем. Перемешиваю это все с гречкой. Короче, очень вкусно получается, девочки. Очень вкусно. В том плане, что сначала жаришь котлеты, потом котлеты эти две вытаскиваешь. Что-то чеснок в этот раз не очень, не портален, но, честно признаться. Потом эти котлеты вытаскиваешь, как только они приготовятся. Главное, долго их не жарить, а то они сухие будут. И в этом бульончике обжариваете морковочку с лукчком и с чесночком. А как только это все станет золотого цвета, вы туда добавляете гречку. Очень вкусно. Кошку мы кормим сырой курицей и сырой говядиной. Но больше она предпочитает у нас курочку. Очень любит курочку. Корм стоит, Райлка нет, но она его не ест. Но правильно и делает. Я бы хотела, чтобы она ела только сырое мясо. Это для кошки будет самое то. Дальнейшем, может, чуть попозже будем давать ей рыбу. И все даем хорошего качества. Чтобы она у нас была здоровой. Вот лежит, играется. Чудо-ребенок мой. Я увидела прямой эфир, вот только не знаю, кто вы. Чем занимаетесь вообще? Здравствуйте. А что, прямой эфир в рекомендации, да, вылетает? Или как это вы увидели? Ну-ка расскажите мне, прям это интересно стало. Вылетает, да, прямой эфир в рекомендации? Его можно увидеть даже незнакомого человека, что ли? Девочки, напишите, да или нет? Сырую курицу нельзя давать. Давайте вы мне не будете рассказывать, не будете меня учить, чем мне кормить мою кошку. Которую я взяла в элитном питомнике, где мне все рассказали, как за ней ухаживать и сказали, чем ее кормить. Вот. Поэтому вы своих котят кормите, чем вы хотите. А я свою кошку буду кормить, чем я хочу. Отвечаю девушке на вопрос, которая не в курсе, кто я. Меня зовут Мэри. Мне 24 года. Я на днях купила себе котенка. Вот так вот. Сейчас я отшиваю свою коллекцию шикарных, ярких летних костюмчиков. Очень стильных. Оставайтесь со мной, потому что многие мои подписчики уже видели в сторис эти костюмчики. Они им очень сильно понравились. Многие уже ждут. Спасибо вам за это. Может и вам приглянется. И может мы вообще с вами найдем общий язык. Ой-ой, испугалась. Вы похудели. Нет, мне просто сделали очертание лица более такое. Поэтому кажется, что я похудела. Итак, приступаем. Я еще сама ничего не ела. Где моя вторая? Это... Ё-ка, ламаны. У меня же занята одна сковородка под пастой. Придется... Придется все на одну готовить. Окей, нет проблем. Приготовим, значит, все на одном. У меня производство. Я нашла производство. Шикарное. Вот. Но если у меня это пойдет, то я буду свое производство открыть. Я так думаю. Вот. Пока что... Посмотрим. Это мой такой третий проект. Хотелось бы у меня сейчас все просыпать. Ой, хоть бы рожки сейчас не просыпать. Они так неудобно открыты. Все. Не просыпаю. Сейчас мы их добавим немного. Бульвер. Пока бульвер. Ну, одежду у нас пиксель. Я думаю, отшивать. Потому что у меня тетя большого размера, и она мне сказала, что отшей, пожалуйста, и для моего размера тоже. Вот. Поэтому не переживайте. Все будет на мазе. Мне 24 года, но мне скоро будет 25. Рожки, макарошки. Да, рожки слово прикольное. Мне нравится. Так. Если, конечно, это не тайно. Нет, конечно, это не тайно. Но у меня этим всем занимается менеджер. Но если вам нужно, если вы хотите что-то отшивать, вы мне напишите в 9, я вам расскажу о своем производстве. Я расскажу, отдам их контакт или как-то так. Я с ними вообще не контактирую, не разговариваю. Мне все делает менеджер. Вот. Вот так мы берем половинку, лучка и морковочки. Все это высыпаем на сковородочку. Чтобы в дальнейшем добавить в супчик. Делаем зажарочку. И чесночка, конечно же. Опа. Как называется процедура по овалу лица? Это все в Диане, девочки. Я всегда говорю о том, что я никогда не знаю, что как называется. Честно. Как вы познакомились? Ну, можно сказать, что нас познакомили общие знакомые. Я свою кошку, оказывается, закрыла. Представляете? Вы посмотрите на это. Ну, почему она такая сладкая? Ну, почему она такая сладенькая? Ну, и все. Спитана, моя девочка. Как переносишь жару? Я все хорошо переношу. Здоровый организм. Здоровая я. Поэтому все прекрасно. Сейчас ко мне включу. Окошко закрою, ко мне включу немного, девочки. Мне, конечно, сегодня очень хотелось позагорать, но не удалось. Дела важные. Приготовить, английский, потом вождение. Окей. Картошечку будем в супчик добавлять? Или не будем? Я думаю, не будем. Посмотрим по процессу, если что-то, потом истинка кинем. Жалко, что у нас сковородка одна, мы не можем сейчас с вами готовить параллельно. Ну, ладно. Кто-то выбрал. Порода кошки абиссинские. Нет, не ты сагрессировала подписчицы. Вове 47 лет. Вы с ума сошли. Не 47 ему. Явно. 47 это уже полтинник. Можно сказать. Спасибо. Кошечка красиво показывает чаще. Вы знаете, вы знаете, я вам что скажу. Просто мне кажется, что я уже всех довела своей кошкой. Что я ее очень часто выкладываю. Очень часто. Поэтому я хочу сейчас попробовать выкладывать ее как можно реже. Но это не получается, скажу честно. Так, что бы нам сделать? Так, так, так. Что нам нужно еще у нас? Морковка. Ну, давайте картошечки, ладно. Блин, жалко, что у меня только бэйби-картофель. Его невозможно просто чистить. Так неудобно. У меня только бэйби-картошка. А почему такая реакция на полтинник? Ну, полтинник даже не знаю. А что, у меня какая-то реакция, что вы меня сегодня целый день в каких-то реакциях обвиняете. Мне казалось, что у меня нормальная реакция. Блин, бэйби-картошку чистить, вот это себя не уважать. Никогда так не делайте. Все руки можно себе обрезать и маникюр убить. Бэйби-картофель это вкуснота, когда ты его запекаешь и когда ты его не чистишь. А когда ты его хочешь в супчик добавить, тебе, соответственно, его надо почистить. А это дико неудобно. Вот как я сейчас мучаюсь, видите? Просто скажи всем, чтобы больше не спрашивали. Вы что, прикалываетесь? Вы всегда это будете спрашивать. Во-первых, я об этом уже говорила всем и даже выкладывала сториз. Но это спрашивали, спрашивают и будут спрашивать. Как спрашивают про мой рост и вес, про мое полное ли у меня имя, кто я по национальности, почему я не общаюсь с Лизой. И чем больше я буду игнорировать эти вопросы, я заметила по практике, через полгода перестают спрашивать. Вам на это нужно полгода, поэтому отчет пошел. Для кого готовить? Для себя, для любимого? Вот как такую картошку можно будет очистить? Чего неудобного очистить картошку? Ну, вот такую вот маленькую неудобно. И все так же будут спрашивать, съемная ли квартира, своя ли квартира. Песец она мелкая. Нет, ему не 43. Картофель в любой суп надо. Ну, вот прислушаюсь к вашему совету и добавлю картофель. Всем привет, привет, привет. Ну, не во все супы кладут картошку, а это вы, конечно, тоже загнули. Но в куриный супчик, я думаю, стоит положить картошечку. Киска моя, Лариска. Не надо пакетик кушать. Или ты с ним просто играешься, девочка моя. Где ты живешь? Я живу на Щукинской. Мелисса, я боюсь, что ты кусок пакета проглотишь. Не переживайте, варошки не превратятся в кашу. Я профессиональный повар, вы мне можете даже свои советы не раздавать. Готовлю я очень вкусно и круто. Поэтому... Don't worry, baby. Все, наконец-то мы справились с этим картофаном. Мэри, как всегда, загорелая милашка такая. Благодарю, девочки, благодарю. Спасибо большое. Вы у меня тоже красотки, часто смотрю ваши фотки, часто лайкаю, часто отвечаю в директ. Поэтому вы у меня самые, что у меня есть, любительки. С вами никогда не бывает скучно. Игрулик мой, ты мой игрулик. Хочу избавиться от кофе. Не потому что кофе вредный, а потому что... От него зубы желтеют. А вот про ножик вы мне хороший совет дали. Ножиком намного удобнее было почистить этот картофан. Киса, пожалуйста, не ешь пакет? Любимая моя. Где твоя мышка? Пойдем за твоей мышкой, пойдем? Или тебе с пакетом интереснее? У нас уже подходит морковочка кучком и с чесночком. Все супер. Сейчас будем пора сделывать курицу. Ой, девочки, я столько вопросов пропустила, извините. Что-то в этом пока что ни о чем. Так, а по поводу кофе... И через трубочку я вообще не люблю что-либо пить через трубочку. Скажу честно. Так. Я голодная, поэтому я съем кусочек сыра. Я, наверное, умру, так и умру с пачкой кофе. Любовь, очень его люблю. Так, и обижали, видели, красотки мои. Очень красивые губы, большое спасибо. Мари, сюда приятно на тебя смотреть. Спасибо. Мне тоже приятно с вами общаться. Да, кофе это любовь, понимаю. Так, надо чуть-чуть поддать жарку. Массажи я вообще не люблю. Каждое воскресенье мы ходим в баню. Каждое воскресенье. Просто я это очень редко снимаю, потому что там очень плохой интернет в нашей бане. И раз не первый я делаю массаж. Но я не люблю массаж. Только в бане. Для меня это пустая трата времени. Точнее, может, это и не пустая трата времени. Просто я не могу сосредоточиться лежать. Мне нужно что-то делать. Я такие эфиры больше люблю, чем в такси. А знаете, просто в такси, когда долго ехать, 50 минут, к примеру, я уже не знаю, чем заняться и выхожу в эфир. А дома у меня всегда какие-то дела, поэтому я редко дома выхожу. Вот. Я, по-моему, опять вот, я смотрю на кофе-машину, и опять хочу выпить кофе. Что мне делать? Что мне попить? Воды можно? Так, чай поставлю. Или чай тоже красит будем. Ой, аромат божественный. Лизон, привет! Как дела, премудрая которая? Мне так понравилось с тобой дискуссировать в комментариях. Я даже утром проснулась, вспомнила, что у нас с тобой там идет диалог, и зашла и ответила. Мне очень понравился наш разговор. Сыворотку, речка, я не могу сейчас показать. Сыворотку, я готовлю. Я не могу сейчас все бросить, побежать показывать сыворотку. Сыворотка обычная лангон. Достаем курочку. Как убрать губы? Приходишь к косметологу и убираешь. Все просто. Ой, курочка такая мягонькая. Такая вкусненькая. Как бы ее сейчас не уронить-то, а? Сейчас, девочки, важный момент. Подождите-ка секунду. Так. И... А-а-а! Попала случайно. Блин, если вытяжку включу, вы меня будете слышать? Дорого убирать губы, девочки. Я не знаю цены косметологических услуг, потому что я делаю все по бартеру, за рекламу. Вот. Я рекламирую к косметологу, косметолог мне делает. Но это не говорит о том, что я иду к плохому косметологу. Я иду к очень хорошему косметологу. К лучшему. К одной из лучших. Все. Морковочку с лучком вкидываем в супчик. Опачки. И сейчас начинаем жарить котлеты. Да, Лиз, я подкачала 0,2 где-то приблизительно у меня в кубах. Вот. Футболку жалко. Переживаю, что попадет капля. Зачем ты мне это сейчас сказала? Зачем ты мне сейчас это сказала? Я сейчас тоже буду переживать за нее. Ну ладно. у меня таких две. Одна короткая, другая. Если что, я еще умею грудастировать пятна. Я в тиктоке показываю, как я это делаю. Ты где? Ты щельщик. Ты где? Лиза моя. Мелиса, ты где? Мелиса, 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 иди сюда. Лиза моя, где? Моя, слушай. А как ты в тиктоке? В тиктоке вы можете меня не искать. Я там не сижу. И так начинаем жарить котлетки. Да, вводят препарат, который рассасывает белую руку. Все верно. Мне надо английский делать, а я смотрю прямой эфир. Ой, я такая же. Но я сейчас позанималась часочек, хорошо себя чувствую. Дала подпитку мозгу. А, подпитку мозгу даешь и чувствуешь себя счастливой. Все благодаря тебе. Спасибо, дорогая, за этот прекрасный совет про учительницу. Я кайфую от наших тренировок. Весело, задорно, интересно, современно, познавательно. Мэри, зачем сдула губа? Чтобы сделать новое. Все просто. Вот, видите, сейчас я вам покажу котлетки. Очень круто, круто и быстро, вкусно. Не хотите заморачиваться, готовить, покупайте вот такую мраморную говядину, хорошего качества. очень. Я здесь, Мелис, зайди сюда. Главное, долго не переваривайте эти котлеты, потому что не пережаривайте, потому что они станут сухие. у нас уже супчик на подходе, почти готов. Сейчас мы разделаем быстро курочку. Ой, горяченько. Привет! Прибежала ко мне моя цепочка. горяченько. Бьюти-боксы уже осталось, я не помню, порядка восьми штук, поэтому, девочки, приобретайте 1900 рублей. Всего лишнего. Ты обещала показать, отмылаешь подошву, девочки, представляете, не могу найти это средство, и мне пришлось, я не знаю, оно как испарилось, и мне пришлось сдавать свою обувь в химчистку. Пришлось сдавать в химчистку, я просто офигела, потому что у меня она срабатывала как химчистка эта штука, надо пойти купить ногу. Я прям вот так чуть-чуть разделываю и прям вот этими кусочками вот так вот закидываю. Мелисса хочет курочку наверно, она уже покушала. Она уже много раз покушала. Ой, горячая, зараза. Ой. Она на ручке хочет, но мне сейчас некогда ее взять. Стоит поднимает ногу. Адам, ты что такое говоришь? Кошка? Ни в коем случае. Это же моя любовь. Ты бы ее увидел, кто там одурел ее. в коем английский... А жених мой спортивный, успешный, красивый, стильный, татуированный и просто акулентный. Опа! Так, котлеты тоже уже почти готовы. Сейчас вам буду демонстрацию делать. Всегда я его показываю, правильно вот кто-то пишет там, но я не могу 24 часа показывать его, как котенка своего. Все, куриный супчик сейчас томится, 2 минуты и он готов. Ну куда ты полезла? Вот куда ты вечно хочешь залезть? Ну ты посмотри наверх. Ну что с ней делать? Ну залезь, залезь, посмотри, что там. Заходи. Нет, туда не надо. Нет, нет, нет. Мелисса, стоп, выходи. Там слишком узко, все. Солим, перчим. Да, это обесиночка. Слушайте, я боюсь, что сейчас реально жир попадет мне на футболку. Подождите, дайте-ка я футболку переодену быстро. Мы уже котлетки начали мне тут устраивать. Шоу-программу. Сейчас я переодену. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если я готова в белой футболке, то все плохо будет. Но я стараюсь аккуратненько. Мэри, ты такая выражительная. Ух ты, так приятно, спасибо, прекрасное слово. Субчик куриный готов. Я очень счастлива, что он у меня такой, я надеюсь, получился вкусный. Ну, не то чтобы вкусный, обычный куриный сыр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, котлетки готовы тоже. Это уже готовы котлетки? Нет, они сформированы, это мраморная говядина. Покупаете, там, МираTorzok или что-нибудь такое. И я их готовлю вот в таком формате. Сначала обжариваю котлеты. Сейчас покажу. Кстати, даже когда у меня был диетолог, она мне рекомендовала их есть, поэтому... Ой, суп нереально пахнет. Сейчас вам покажу суп. Вот он супчик. Ой, задымилась камера. Таковый кусочек. Так, дадим котлеткам еще несколько минуток. Вот прям одна минутка буквально. И дальше я покажу, что я делаю с гречкой и с остальной морковкой. Вы подумали, что суп будет морковный, но, как вы видели, нет. Сколько стоит доставка в Белгород на его бьюти-боксе? Ой, я не думаю, что там дорого. Напишите, пожалуйста, на вторую страничку. Вам менеджер ответит, все скажет. Но я вам рекомендую его купить. Осталось вообще очень мало штук. За 1900 даем, чтобы уже запустить костюмы. Чтобы это все не перемешивалось друг с другом. Поэтому за 1900 покупайте бокс. Если интересно, могу сейчас показать, что в нем есть. Как только я перестану готовить. Девочки, самое главное, кто приобретет эту мраморную говядину. Вы ее вообще на слабеньком огне долго не делаете. Не жарьте долго, больше как бы тушите. Чтобы она была сочная и на оливковом масле. Девочки, в Англию тяжело будет доставить. Сразу говорю, учитывая, что сейчас границы не все открыты. Котлеты не делайте прям такие жареные. Знаете, как раньше бабушки наши там жарили котлеты и тому подобное. Вам это не надо. Ой, а свет включилась. У меня сейчас поярче будет. Вам это не надо. Вы просто их чуть-чуть, вот прям с двух сторон. Не надо, чтобы на них корочка вот эта холестериновая была. Просто чуть-чуть. Какой потолок. Вот, посмотрите на наш потолок. В Казахстан, конечно, можно. Да, в Казахстан можно. Итак, достаем котлетки. Пока что мы их выкладываем на такую тарелочку. Вот они, они. И в этот жирок мы, в этот жирок добавляем нашу морковочку и наш лучок. И пережариваем. Гречка у нас уже отварилась. Все, пережариваем нашу красоту. Морковочку с лучком. Ну, если не любите морковку, можно морковку не пережаривать. Я просто очень люблю морковку. Я прям люблю, когда чуть-чуть сладковатый вкус. На гарнир у нас гречка. Да, жалею, что сделала тату. Фарш вкусный, да. Как заказать? Заказать мой бьюти-бокс. Давайте сейчас я закончу прямой эфир и в сторис напишу, что нужно сделать, куда перейти. Просто на вторую страничку переходите и все. Так, подойдем жару. Есть отдельная страничка, где вы можете ознакомиться с моим бьюти-боксом. Это очень большая экономия. Очень крутой бокс. Пользуюсь сама каждый день. Херню вам не впариваю. Тем более по такой цене. Это просто сказка. Я не знаю, если можно вывести цветные татуировки, то, конечно, выведу. Покажи, пожалуйста, бьюти-бокс. Сейчас, девочки, немножко тут приготовлю. Все, нам уже немножко, чуть-чуть, чуть-чуть. Мэри, ты часто врешь честно. Вы знаете, в последнее время не приходится. Просто я не принимаю правду. Я не понимаю, кому нужна правда. Я на правду, я к правде отношусь хуже, чем ко лжи. Я всегда придерживаюсь уже много-много лет той позиции, что для меня лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Вот так это все выглядит. В этом же жарку, где мы котлетки жарили, пережариваем морковочку, лучок и чесночком. Я не понимаю, когда люди говорят, да я могу ей все сказать в лицо. Да я лучше, а что ты типа так реагируешь, я же правду тебе говорю. Мне в этот момент хочется сказать, ты, ебанашка, твоя правда нахуй кому нужна. Но я сразу очень остро реагирую на это, потому что я не понимаю таких твердолобых людей, которые за правду, я за правду, вот это бьет себя в грудь. Это вообще никому не интересно. Я считаю, что лучше соврать, либо промолчать, чем, к примеру, обидеть человека, задеть, или что-то ему высказать. Я этого не понимаю. Где-то, мне кажется, раньше по понятиям люди жили, когда-то в 90-х, в начале 2000-х, когда вот все за какую-то правду боролись. Сейчас люди, надо бы отбрать пример с американцев, которые там все время, даже если у тебя не очень хорошо что-то получилось, они тебе скажут, молодец, супер, продолжай в том же духе, у тебя круто получается. А если ты человеку подойдешь, скажешь, слушай, ну ты готовишь, конечно, но вот я сама-то человек, мне самой на кого-нибудь раз хочется обосрать, но я контролирую себя. Нужен менеджер? Нет, у меня есть менеджер. Спасибо. Усы, брить, иди, говорю. У меня нет усов, и никогда их не было, мне никогда не приходилось саперировать верхнюю часть губы, поэтому мне не зачем это делать. Ой, такая вкусняшка получается. Мне не присадать. Блин, завидую тебе, у тебя такое красивое, нежное личико. Я уверена, что у тебя тоже. Просто, может быть, его где-то нужно подчеркнуть, где-то что-то уколоть, где-то как-то подкраситься, и это вообще вот так вот все сейчас делается. Слушайте, вот ты спросил, да, у меня хочешь деток, вот кошка мне показала, какая я могу быть ласковая, и как я могу любить, и как, наверное, я хочу детей. То есть, как-то так, наверное. Хоть это как-то и смешно, мне кажется, звучит, да, но... Высыпаем гречку, девочки. И я всегда, когда я готовлю такое блюдо, добавляю чуть-чуть семечкового масла, которое покупаю на рынке. Ой, у него мощный запах семечки. Просто. Салаты, вот чуть-чуть туда, чуть-чуть туда. Конечно, с Кахну общаемся, давно не видимся, у каждого свои дела. Я что-то, знаете, вообще редко с кем-либо вижусь, немножко не хватает времени, скажу честно. И пережариваем гречечку. Можно было, конечно, лучка с морковочкой побольше. Я люблю, когда 50% овощей, 50% гарнира. Но сегодня я не смогла, что я не посмотрела, сколько у меня гречки. Пока что это выглядит вот так. Мэри, покажи Мелиссу. Ляля, ты где? Кукла. Ой, она не на костер. Идешь к мне? Ой, она играет. Сейчас покажу. Сейчас я возьму ее, штучку, мышку ее возьму. Она проснулась, хочешь играть? О-о-о. Сейчас я вам покажу, как она играется. Вот, видите, у меня есть такая штучка. Ну-ка. Мелисса. Мелисса. Ты моя лапушка. Ну-ка. Котеночек мой. На. Ку-ку. Мы здесь. Все, Мелиссенька, иди поиграйся на коврике, потому что у меня сейчас уже там гречка сгорит. Вот она играется. Лялька моя. Лялька моя. Ты моя сладость. Ты почему у меня такая любимая? О, что у меня с прической? Совсем же плохо. Ой, все, гречка схватывается. Просто нереально вкусно получалось. Ну, как всегда, впрочем. Хочешь, знаете, чего добавить? Гранулярного чеснока. Вот. Спасибо. Поехали. все девочки устала вести прямой пир все вещи замолчала все почти готово так и значит смотрите что мы делаем пока что не смотри мне будет неудобно далее мы кладем так сверху котлеточки они еще дадут немножко сок так как они у нас слабо дожаренные 10 минут и блюдо готово закрываем крышкой все выключаем или можно там на двоечку на единичку поставить котлетки сейчас чуть-чуть дадут сок и получается очень 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 вкусно нереалити как вкусно сейчас надо попить воды чтобы была перезарядка воды с лимоном я буду как новенькая поешь супчик вы знаете я когда что-то готовлю у меня есть неохота вот чем дело зелень и да это был восторг лучшее что могло быть в эту минуту кто там пищит кто там пищит так сейчас я быстро демонстрирую бьюти бокс так я его не смогу продемонстрировать потому что я уже все использовала точнее самые главные элементы это кисти библи крем корейский далее вот и все остальное уже израсходовал поэтому это можете перейти посмотреть вот демонстрейшен супчик наш вкусненькие котлетки с гречечкой и все это вкусно я думаю что даже немножко полезно немножко а очень даже сейчас с вами закончу разговаривать приберусь в этой зоне пойду в душ помою голову как раз мне надо уже будет выходить как же здесь темно смотрите девчонки показываю рассказываю быстро про бьюти бокс бьюти бокс находится мой вот в такой сумочке также он упакован в хорошей качественной коричневой упаковке в коробке где будет лежать наполнитель во время перевозки это все сохраняется в комфортном режиме в бьюти боксе вас ждет вот такая вот ароматная вода это все за 1900 рублей сразу говорю который после еды освежить себя очень даже нужно и освежить еще квартиру и можно один раз пшикнуть на киску потому что это не аромат духов это такой вот легенький легонький аромат здесь у меня сейчас лежат шампуни маски для волос поэтому вот так вот кисточки вот такой вот набор кистей также я сюда в этот набор положила удлиненный стик удлиненные стики под водку хайлайтер кисточки для макияжа здесь есть полный набор вот тормозит все интернет не работает да? да вот тут лучше надо сюда переставить телефон вот так вот боже какая она прическа ужасная прическа ужасная просто П ВЛР ради рекламы конечно ради чего еще только ради рекламы приготовила я сейчас тоже ради рекламы потому что я рекламировала котлеты Мираторг и морковь шутка так значит аромат кисточки бибишка Почему я тебя так люблю? Почему? Почему? Девочки, все, мне надо выходить с эфира, потому что я не могу смотреть на свою прическу. Я так люблю твой животик. Я так люблю твои глазки. Я так люблю твои ушки. Так люблю твои рапки. Я не могу. Девочки, я не знаю, что мне с собой делать. Но я хочу тебя съесть, я не виновата. Тебе приходится меня терпеть, потому что я не могу с собой ничего не поделать. Я очень тебя люблю. Все, ладно, я уже перегибаю палку. Но это надо делать наедине с кошкой. Я тоже вас люблю. И вас, девочки, люблю. Ну, все, я не могу смотреть на себя прическу. Дайте-ка я быстро заглажу все это невозможное дело. О, все. Привет, Гульмира. Привет. Привет. Так. Все, волосы загладила. Значит, 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 девочки, кто хочет приобрести мой бьюти-бокс, придайте на страничке. Там осталось 8-10 штук. Я не знаю точно сколько, но очень-очень мало. 1900 рублей. Мы их допродаем. Он вам очень пригодится. Корейский биби-крем, который я наношу на лицо. Все. Сейчас мой летний макияж. Это биби-крем. Он ли биби-крем? Потому что я сделала ламинирование бровей, и мне даже не нужно красить брови. Вот такой вот красивый, красивый тумблер, или как это назвать, тубус с кисточками. Вот такая вот закрывашка. Также очень удобно летать за границу. Кисти не мнутся, не портятся, украсит любой столик. Шикарно выглядит. Ароматная водичка. У меня таких много. Сейчас еще покажу. Ладно. Далеко идти. Голубенького цвета у меня еще. Тут ее нет нигде. Нет, не стоит. Что еще? Массажная кисточка. Она у меня также... Ой, щетка. Она из ворса кабана. Очень крутая. Она у меня также возле кровати. Тоже далеко идти в другую комнату. Вот. Каждое утро и вечер, во время того, что я как что-то смотрю, я себя обязательно массирую. Вот. И там будет инструкция, как массажировать себя. Дальше идут патчи, скрабы, маска. Как приятный бонус в дополнение. Вот. Так что переходите. Что касается сывороток, вижу, спрашиваете. Вот. Две сыворотки. Вот так вот я. Утром я использую Lancome Energy. Вот таким вот образом. Сейчас покажу. Глоранс на другую часть. Крем не использую, потому что сыворотка, как водичка, быстро впитывается, но при этом кожа блестит, напитывается. Это я на ночь наношу. Вот. И на шею обязательно. Сейчас не буду показывать, потому что в душ пойду, не хочу переводить продукт. Там же. Глаза я сывороткой не мажу. Глаза я мажу кремом Clarence. Обязательно. Вот таким вот образом. Вот. Аккуратненько, потому что здесь кожа очень мягкая. Дальше я беру два BB-крема. Один, который в моем бьюти-боксе. Связь пропала, да, девочки? Связь пропадает? Дайте-ка я поближе к Wi-Fi. Связь пропала. Я здесь, вы здесь. Мы здесь. Все норм. Так, вот, видите, все уже начал впитываться. Вот как он работает. Вот так вот. Вот, все. Впитался. Создается такая легкая, жирненькая, очень тонкая пленка. Жирненькую пленку я очень люблю. Я использую, использую. Что за использую? Что это за ужас? Вот так вот немножко. BB-крема корейского. Из моего бьюти-бокса. Напоминаю уже тысячный раз. И маковский праймер. Маковский праймер. Вот тут написано. Преп. Преп плюс праймер. Вот, видите, я не знаю, что такое преп. Ну, короче, праймер. Праймер – это база под макияж. Я их вот так. Кто там пищит? Я их, в общем-то, смешиваю. Вот. Потому что этот праймер, он очень рыжий. И я получусь просто как, не знаю кто. Просто оранжевого цвета. Это нам не нужно. Вот так вот чуть-чуть наношу. Вот так. Мелис, а чего ты там пищишь? Дальше. Беру из своего бьюти-бокса кисточку. Тут много кисточек. Я именно вот эту. Кто купил, девочки, или кто собирается купить, именно вот эту я использую. Для влажной текстуры. Все, что связано с кремовыми текстурами, я наношу вот этой кисточкой. Итак, глаза замазываю. Консилер я сейчас летом не использую. Ну, если только в ресторан пойду там или на тусовку. Ты же в душ идешь, зачем краситься? Это демонстрация моего ледневого макияжа. Вот так, чуть-чуть с руки возьмем. И чуть-чуть на шейку. Вот что получается. Получается красота. Дальше мы берем... Мы уже ничего не берем, просто берем блеск. Блеск я беру эссенс. Дальше я беру щеточку для брекетов. Это щеточка для брекетов, но я не расчесываю брови. Почесала брови. Значит, имеет мой BB-крем крутой, шикарный финиш. Прям, видите, какая классная совокупность со всеми продуктами. Получилось очень красиво, прям очень круто. Ничего не течет, ничего не слазит. На жаре и пятнами ничего не остановится. Очень круто. Если вы хотите, вот чуть-чуть, видите, у меня вот тут вот синячки и вот тут вот, да, вокруг глаз. Если я хочу чуть-чуть замазать, я беру свой же BB-крем корейский. Также тут есть кисточка-лопатка. Ее я использую исключительно для консилера. Но консилер, он плотный. Все консилеры плотные. Вот у нас сейчас теплое время года. Я прям так немножко выдавливаю, посмотрите. И вот этим треугольником, вот, таким вот образом вырисовываю треугольник. И вот тут прохожу. Вот так вот. И вот таким вот прихлопывающим движением. Сейчас показываю. Чуть-чуть можно замазать, если вы не выспались, рано проснулись. То есть прям чуть-чуть можете подмазать то, что вам не нужно. Да, блеск увлажняет губы. Вот. Вот сразу видите разницу между этим темным кругом и тут более светлый, свежий вид. Лучше, конечно, сделать так, как второй вариант. И тут замазываем, соответственно. Сколько там товара у тебя в боксе? Би-би-крем, щетка для массажа из ворса кабана, шикарнейшая, у кого гусиная кожа. Привет, ласточка моя. У кого гусиная кожа. Нужно разогнать кровь. Потом этот, варикоз. Конечно, там все написано. И просто, если лень по вечерам делать своему жениху массаж, или он ленится вам делать массаж, вы можете лежать друг к другу, по вечерам чухать. Вообще класс. Очень круто. Дальше вот такой набор кисточек. Вот такой набор кисточек. Девочки, дешевле вы ничего не найдете. Найдете дешевле, я подарю вам бокс. Все. Потом скраб для лица. Маска. Патчи. Это в качестве комплимента. И водичка. Водичка. На все случаи жизни. Постоянно я этой водичкой свежее постельное белье. У нас сушилка. А сушилка убивает запах порошка. И поэтому просто такой пресный. Нет запаха постельного белья. Хочется, чтобы запах лаванды, или каких-нибудь цветов был. И поэтому я так спрыскиваю. И это все оригинал. Кисточки ноунейм. То есть, я не знаю, кто их производитель. Возможно, в Китае. Но я в Китае производю даже брендовую одежду. В них нет никакого имени. Поэтому, как бы. Если вы хотите и кисточки с именем, вы можете зайти там в Ривгорш. Попить Зоева, Армания, Мак. Но это не будет той цены. И того. То есть, у меня кисточки очень хорошего качества. Поэтому. Вот тут пишет румяна. Хорошо. Давайте нанесем румяна. Вы правы. Можем взять вот такую кисточку для румян. Пышеная также. Из моего этого тубуса. Значит, вот эту вот кисточку я использую для влажных. Я ее уже продемонстрировала. Вот эту кисточку я использую для сухих. Ладно. Уже пошло-поехало. Я-то, конечно, днем не крашусь. Только на вечер. Но берем. Как это называется? Корректор. И проходим все. Вот так вот. Кисти абсолютно не оставляют никаких пятен. Очень-очень круто. Работают. Можно узнать цену. 1900. 1900, девочки. 1900. Носик. Очень удобно. Все. Скульптурирование сделали. Дальше. Румяшки берем. Берем розовенькие румяшки. Как вам? Что-то я... Мне кажется, я борщинула с розовенькими... Розовенькими румяшками. Как вы считаете? Надо чуть-чуть раздушевать. Девочки, если вы не в Европе и не в Америке, то, конечно, отправка возможна. Все, красота, красиво, правда? Ой, сейчас я вам покажу себе зеркало. Небо и земля. Вот мне надо было сначала подкрасться, а потом выходить в прямой эфир. Согласны? Нафиг я вышла не накрашенная, только опозорилась. Сразу другой человек. И вот тут вот все высветлилось, подтянулось. Кожа остается блестящей. Я обожаю, когда кожа блестит, как будто бы изнутри. Хайлайтер не наносим. Мы так, как будто на хайлайтере. Чуть-чуть щечки, биби-крем, блеск и все. Кто у меня пищит? О, вот, посмотрите, как круто. Кто у меня пищит? Эх, кто у меня пищит? Хе-хе, хе-хе. Ты моя лапушка, а ты чего здесь пищишь? Ой, что это? Что это? Что это? Кис-кис-кис-кис-кис. С браслетиками поиграйся. Мелисса, поиграешься с косметиками. Ой, с косметиками. С браслетиками. Как ты с ними играешься? Покажи. Она меня кусает, блин, когда с браслетами играет. Не чувствует. Ты там не писаешь сумку? Мне вот интересно. Вроде не должна. Иди сюда. Вот она, она. Моя ты девочка. Моя ты лапушка. Как мы целуемся? Давай покажем, как мы целуемся. Опа. Ой, подскользнулась. У меня туалетик здесь. В туалет пошла, в туалет пошла. Все, не будем ее отвлекать. Умничка, Мелисса. Умничка. Умничка. Молодец. Ага, она не туалет пошла. Да, просто гулять пошла. Ой, фу, девочки. Игрушки, конечно, есть. Мышки, нарушки. Все, что хотите. Ну, вот и все, любимые мои. Я вам все показала. Все, что можно и нельзя. Сыворотки, готовку, бьюти-сумка за 1900. Осталось очень мало. Заказывайте после эфира. Правда говорю, потому что потом все пишут. Вот честно, вообще не вру. Потом все пишут, Мэри, можно заказать эту сумку. А их уже нет. Их уже просто нет. И второй такой не будет. Потому что я не повторяю. Я делаю все проектами. Первая была. Уже их давно раскупили. Вот сейчас вторая я заказала партию побольше. Третий проект мой будет. Это костюмы. Поэтому долго думать не надо. Надо вот либо брать, либо потом извините. Писать не надо. Все. Я вас целую, обнимаю. Я пошла в душ, собираться. Всем пока-пока. Спасибо, что были со мной так долго.